В этом году каждый год проводит отец Пётр Гриценко, село у нас Высоцкое, там старинный деревянный храм, проводит мероприятие казачьей молодежи, ну как-то такое, в несколько дней такой праздник, в форум или как. Мы дали высказывания в интернете просто невероятное, радостное, праздник, когда и литургию совершали, молились все, причащались многие, и разные-разные мероприятия, и скачки, и многое другое, и построили своими руками, взрослые подсказывали, а дети казачаты крепили вот эти вот кирпичики из глины, из навоза, не знаю, из соломы, так сказать, и сложили хату. Как эти хаты были, как казачьи на хуторах, когда-то здесь, на юге России, да соломкой поклели, тоже фотографии, а в следующий год хотят сделать целый небольшой такой хуторок построить, из нескольких хат. Вот видите, нас все в таком восторге, и известные певцы приехали, в прошлом году хатар прилепен был, по-моему, какие-то еще известные люди. У меня вот не было просто времени, к сожалению, но я в следующий год постараюсь время найти и поехать туда, вот в начале июня, на такой замечательный праздник. Вот, пожалуйста. Село тоже, конечно, село не маленькое, но у него, кстати, дом для престарелых, а большинство из них просто бомжи. Там в деревне бомж, там бомж, батюшка возьми, батюшка возьми. У него там человек 30 этих вот престарелых. Сейчас к нему привязались разные службы, после пожаров всевозможные, понятное дело, но он пытается все устранить и все-таки людей сохранить. У него там и коровки, потому что нужно кормить этих престарелых и так далее. Вот, и как-то я его, когда приехал в епархию, предложил приехать ему в город. Послужил у него, посмотрел на все, говорю, слушай, мне нужны здесь такие активные батюшки в городе, ты уж там долго сидишь. Давай в город. Владыка, ради Бога, я вас очень прошу. А другого от города, так сказать, не оторвешь. Не оторвешь. Ради Бога. Никакой деревни. Все, мне вот, я без аспальта и без выходной трубы жить не могу.